Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на Тароле Норман на замечательную тему. Ваш следующий разговор. Естественно, с загаданным человеком, с любимым человеком. Это тема любовная. Ваш следующий разговор с любимым человеком. У нас с вами будет 4 позиции по одной карте, которые мы будем докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. А также у нас есть ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от луны не зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения и многие-многие другие. Все они делаются только после диагностики. Напоминаю, что мой муж проводит обучение космоэнергетики. Итак, наши коты. Кот номер один у нас с планшетом. Кот номер два – повар. Кот номер три у нас с лейкой. Садовод, наверное. И кот номер четыре сегодня с гитарой. Выбирайте своего кота. И будем рассказывать про ваш разговор следующий. С любимым человеком. Ну или с человеком, которого вы загадаете для любовной темы. И надеюсь, что все выбрали. Первая, вторая, третья, четвертая. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. И мы начинаем. Первая позиция у нас – это десятка мечей. Ну, карта, вы знаете, такая. Сама по себе немножко пессимистичная. Она говорит о том, что люди могут обсуждать негативные вещи. То есть разговор про какие-то неприятные происшествия, жалобы друг к другу, всякие негативные проявления, ну, то есть в вашей жизни, да. То есть идет повествование. Там, допустим, один рассказывает другому о том, как он болел, например, чем-нибудь. Или какие есть проблемы в жизни, вот, жалуются на свою жизнь, да. То есть вот такие вот немножко пессимистичные разговоры у вас будут. Давайте еще посмотрим, дополним. Туз мечей. Туз мечей показывает здесь, что данный человек может, если вы его прокритикуете, осудить вас. То есть человек, допустим, вам пожаловался на жизнь, да, рассказал о своих проблемах. И не дай бог вам сказать ему что-то острое и нехорошее. Этот человек начнет вас осуждать за это. Поэтому постарайтесь вести разговор довольно мягко, потому что иначе вы напоритесь на жесткую критику в этом, ну, в адрес ваш от этого человека. И вам это не понравится, естественно. Карта повешенной показывает, что если пойдет критика, то разговор зайдет в тупик. И люди могут надолго замолчать друг с другом. Поэтому в целом, я вам так скажу, что по первой позиции несколько негативный разговор, который может кончиться тем, что люди потом не будут друг с другом общаться и разговаривать. То есть вот именно так. Поэтому будьте осторожны. Если человек вам будет жаловаться на что-то, обязательно постарайтесь его понять и принять какую-то либо его позицию, либо постарайтесь сохранять, конечно же, здесь нейтралитет, потому что иначе вы еще долго не поговорите потом с загаданным человеком. Вот такая первая позиция. Перейдем к позиции номер два. Итак, какой у вас будет следующий разговор с загаданным человеком? Тема любовная, да? С загаданным там мужчиной или женщиной. Давайте смотреть. Вышла карта Десятка Пентаклей. Ну, Десятка Пентаклей часто показывает дружеские разговоры на общие приятные темы. Мы здесь видим собаку. Карта именно дружбы. То есть когда людям есть что обсудить, когда они понимают друг друга, когда они ценят мнение друг друга. Это очень важно. Когда они уважают другого человека как личность, и у них есть, допустим, общее увлечение. То есть хобби, какие-нибудь занятия, да? Когда они могут поддержать друг друга в разговоре. Это не то, чтобы любовный разговор. Это разговор, может быть, и на отвлеченные темы. На тему дома, не знаю, денег, работы, хобби, тусовок. Ну, все, что угодно, связанное именно с повседневной жизнью, да, с друзьями, может быть. То есть такие вот общие темы для разговора, да? Давайте еще смотреть карты здесь. То есть начали вы с дружеской беседы, да? Семерка Чаш. Семерка Чаш здесь показывает все-таки павлина и богиню на облаке, да? Которая с павлином этим обнимается. Поэтому здесь могу сказать, что кто-то немножечко может высокомерно что-то сказать по этой карте и попытаться возвысить себя, но приукрашивая себя. Возможно, это будет мужчина, не обязательно женщина, который перед женщиной, да, распушает хвост павлиней. То есть, может быть, это и женщина, конечно, но чаще всего так делают мужчины. Распушают свой хвост и показывают, насколько они красавцы, да? И вот здесь в разговоре может такое показываться, что вот, ну, преувеличиваются какие-то достоинства, появляется некоторая гордыня. Давайте еще посмотрим. Карта Сила. Сила показывает, что кто-то будет демонстрировать свою силу, может перейти разговор и в любовную тему, но также в тему некоторого приручения. Что это значит? Это когда ты терпишь, вот, допустим, бахвальство, да, недостатки человека ради того, чтобы узнать о его каких-то чувствах к себе. Я это так вижу здесь, но в любом случае разговор будет несколько положительный, хороший, приятный и действительно может уйти в любовную тему и тему страсти, но начнется все именно с дружеской беседы на общие темы. Я здесь вижу так, что если вы будете в человеке поддерживать, ну, некоторый огонь, что ли, желание с вами беседовать, а он на фоне, ну, своего все-таки хвастовства небольшого, да, это делает, поддержка идет именно хвастовства, то вы перейдете действительно в карту Сила и будет больше бесед на личные темы. Ну, вот такая позиция номер два. А мы перейдем к третьей нашей позиции, о чем будет ваш следующий разговор с загаданным человеком, именно любовная тема у нас. Шестерка жезлов, письмо. Здесь мы видим письмо. Разговор будет, скорее всего, по переписке или касаться какого-то письма, документов, бумаг, каких-то, может быть, оформления бумаг, заполнения документов, может быть, даже и по работе, когда один советуется с другим, как ему правильно заполнить бумаги, дай мне совет. А может быть такое, что это именно переписка, но вот когда люди просто ведут какую-то любовную переписку. Давайте еще дополнять здесь. Карта письмо хорошая, она уже сам разговор показывает, что люди все-таки общаются, хоть и на расстоянии. Карта мир говорит о том, что да, действительно, здесь может быть расстояние, потому что люди как будто бы могут быть далеко друг от друга, но при этом они как будто договариваются о встрече. То есть следующий разговор, это может быть договоренность о встрече, чтобы один к другому приехал. И более того, карта мир часто означает примирение. То есть если вы вдруг ссорились с человеком, вы можете вот в этом разговоре мириться и налаживать отношения. Давайте еще посмотрим. Мы здесь видим карту королевы мечей. Возможно, вы будете обсуждать в разговоре какую-то женщину, но которая не очень-то хорошая. Но также королева мечей может означать, что разговоры будут интеллектуальные. То есть на какие-то вот возвышенные темы или тема работы, логические цепочки, выводы, докопаться до какой-то интересной информации, обменяться интересными фактами о чем-то. То есть люди здесь могут, ну не знаю, все что угодно обсуждать, такое, ну то, что обсуждается только в узких кругах. Иногда учебу, конечно, обсуждают по этой карте, но чаще всего это какой-то узкий профиль. Ну, например, не знаю, обсуждать медицину в профессиональном смысле, юриспруденцию, или историю, или там, ну все что угодно. Вот такое, да. Что-то, что требует вот такой вот узкой специализации. Поэтому здесь, да, могут быть интеллектуальные разговоры с умным человеком, да, или что вы друг друга признаете умными. Ну вот, либо обсуждать какую-то женщину будете, или девушку. Ну вот такая позиция номер три. Позиция номер четыре. Ваш следующий разговор. Загаданный человек, любимый человек, там, да, или любовная тема у вас с этим человеком. Давайте посмотрим, о чем вы будете разговаривать. Король чаш. Король чаш говорит о том, что вы будете разговаривать о любви, именно о личных отношениях, о том, как один другого, может быть, любить, да, или признаваться друг другу, в чувствах. Карта неплохая. Она говорит о добром настрое, о том, что разговор будет идти плавно, мягко, приятно. Один может выслушивать другого, как психолог, понимать другого, принимать близко к сердцу его слова. Можно услышать какие-то приятные вещи, о себе, признание. Но чаще всего именно приятные вещи, как комплимент какой-то, как небольшое ухаживание, я бы сказала. Особенно от мужчины к женщине. Давайте еще карту смотреть. Мы здесь видим двойку посохов. Здесь идет карточная игра, поэтому можете обсуждать какие-то, ну, такие вещи, что кто-то где-то, допустим, играл в карты, казино, или, знаете еще что, праздное времяпрепровождение с друзьями. То есть обсуждение идет. Вот, мол, у нас вроде как любовь, но ты праздно проводишь время с друзьями. Как же так? То есть идет обсуждение именно, как предъявление, может быть, даже. Или просто рассуждение о том, что вот человек собрался куда-то к друзьям. Девятка мечей. Вот, я же говорю, идет обсуждение, ты часто собираешься с друзьями, и потом, потом у вас разговор пойдет в нехорошее русло. Вы можете поссориться и перестать друг с другом общаться. Вот это же карта тюрьмы, девятка мечей. Можно другое тут. Вот в частном случае вы будете обсуждать, что какой-то мужчина проигрался в карты или там заимел какие-то долги или каким-то помошенником попал и попал, может быть, даже за решетку. Такое тоже может быть, но это уже частный случай. А больше всего тут, конечно, видно, что сначала идет любовная тема, а потом, мол, ты много времени проводишь с друзьями и перестаете друг с другом разговаривать, игнорируете друг друга. Поэтому карты вас предупредили. Не вступайте в спор, конфликт, особенно из-за друзей. И тогда у вас разговор так и останется вот в этой карте. Ну, вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. И жду ваших комментариев. До новых встреч. Пока-пока.